Необходимость этой меры Укрзалезницы объясняет инициатива с избиением пассажирки поезда Мариуполь-Киев Анастасия Луговой. Национальная полиция должна восстановить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования. Об этом говорится в сообщении железнодорожной компании Укрзалезницы. Также добавим, в свою очередь Министерство инфраструктуры Украины Владислав Крикли заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции, охраны, ночные поезда Укрзалезницы. Наша железная дорога должна быть безопасной для пассажиров и работников. Думаю, самое время рассмотреть возможность возвращения полиции, охраны, патрулирования в ночных поездах, написал он на своей странице в фейсбук в субботу вечером. Кроме того, Крикли добавил, что также точно не было бы лишним обеспечить проводников газовыми баллончиками или шокерами. Также отметил, что в компании Укрзалезницы ведут переговоры со страховыми компаниями по поводу инцидента с избиением женщины в поезде Мариуполь-Киев. Об этом написал член наблюдательного совета Укрзалезницы Сергей Лещенко на своей странице в фейсбук. Лещенко также добавил, что второй день коммуницирует с ИО, председателем правления Укрзалезницы, по этому вопросу. Вновь будут направлены все необходимые обращения, чтобы правление инициировало служебную проверку действий проводников и начальников поезда, отметил он. По словам Лещенко, Укрзалезницы долгое время пытаются привлечь полицию к обеспечению общественного порядка в поездах. Вместе с тем, полиция наставит на то, чтобы такие услуги предоставляли платно и трактировали не как обеспечение общественного порядка, а как охраны. Масштабы Укрзалезницы это дополнительные 250 миллионов гривен в год. Напомню, без всяких компенсаций убытков пассажирских перевозок, отметил член наблюдательного совета.